Следующий каталожик. Спальня для молодого человека и людей, предпочитающих так называемую Neoclassical. Этого еще продукта нет в России, но он скоро будет. Немецкие производители, фабрика Pi Plus S. Этой заходим немножко в другую категорию, более люксовые обои. Каталог называется Deluxe, сделан с участием знаменитого немецкого дизайнера. В России он не очень известен, но приезжал на выставку Mosbilt. В том году представлял каталог Гвида Мария Кречмар. Сейчас очень медийная личность на немецком рынке. Очень много фабрик. Я сейчас вам уже привела пример Sirpi, это Missoni Home каталог. Многие европейские фабрики для того, чтобы выйти немножко на другой уровень рынка и завоевать немножко другого покупателя, помимо массового рынка, они работают с известнейшими дизайнерами, известнейшими медийными личностями. Уходя от этого каталога, наверное, слышали, что и даже Филипп Киркоров выпустил. Дал свое имя для того, чтобы выпустить коллекцию с российскими производителями. Интересен каталог тем, что это чистый флизелин, 190 грамм, толще пока еще при технологии не применяется. Здесь новейшая технология применения стекляруса в дизайне. Освещение, вы понимаете, когда луч солнца упадет, то переливается и искрится всеми цветами радуги необыкновенно красивой. Там вот, если можно, мы дойдем до этого цвета. Видите, насколько разнообразные цвета и более спокойные. Белые сочетания, серые, черные. Было проведено психологическое исследование и медиками и психологами было доказано. Задам вам вопрос, и, может быть, многие ответят на него. Какой цвет является самым удачным для спальни, для декора спальни? Вопрос вам. Кто сказал? Есть. Кто сказал? Черный, я слышала. Черный, абсолютно верно. Психологами и медиками было проведено исследование. Было доказано, что черный цвет самый приемлемый для спальни. С какой точки зрения то, что создается полная изоляция света. Стены помогают этому. И это цвет, который прежде всего поможет избежать всяческих кошмаров и так далее. Самое лучшее. Быстрее всего люди засыпают. Где-то, читала я, наверное, лет 10 назад, спальня королевы Виктории была сделана в черном цвете. Но здесь, вот тут мы тоже вам представим. Вот она красота. Смотрите. Вот. Это, конечно, один из самых красивейших на сегодняшний момент каталогов, которые у нас есть. Все. Следующий. Время, да. Время, время мне говорят. Дальше. Ага, да. Для того, чтобы вы немножечко отдохнули от моей говорили, мы покажем вам, пока не включая, Елечка, небольшой фильм, на каком высоком уровне фабрики, он покажет, например, высочайшего уровня маркетинга, скажем так, к коллекции. То есть, вот сейчас увидите небольшую видеопрезентацию каталога, которое было преддверие каталога обоев. Снято это каталожечка. Сейчас мы вам покажем. Это фабрика ремонта итальянская. Каталог называется Хлоя. Снят известным профессиональным итальянским режиссером, снимается известная израильская актриса. Ну, небольшой урок английского языка, он будет немножко сопровождаться английским. Снят известный фабрика. Как вы ходите по-другому, безумно, безумно, сухая, 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 сухая и сухая. Который, подбивая ваша, сухая, сухая, сухая. Вы движете свои волосы, взрываете свои пальцы, сухая, 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 сухая. Для думать о вас. Я даже встречал люди с вашим Namenом. Я сказал вашим, но не появилось. Я даже попробовал оскоробить вашу голос, но что-то не хотели. Все. Здесь как раз фотография, именно слайд с фотографиями в интерьере. Покажем вам каталог. Очень-очень необычный с точки зрения, конечно, цветовых решений, что не совсем в нашем сознании вписывается, или для спальни, скажем так. Это одни из самых трендовых цветов в этом году, сочетание бежевого с таким изумрудным. Вернусь к сиреневому, обратите внимание, он был в презентации, в видеоролике. Необычный подход. Можно, чтобы на вторую часть каталога сразу перейти. Растительная тема остается тоже популярной на российском языке. Единственное, что она немножечко видоизменилась. Если раньше все-таки предпочитали классические флористические какие-то мотивы, то сейчас это все более модерновое такое, более спокойное, более минималистическое, скажем так. Не такое насыщенное по деталям, по вензелям и так далее. Необычное, я тоже заложила, для вас будет интересно. Смотрите, какая полоса. Мы привыкли к полосе традиционной, что должно быть все выровнено. Ну вот, какая полоса. Это, безусловно, спальня молодого потребителя, предпочитающего. Зелень. Вот в этом году вот такая именно зелень. Очень-очень популярная, сочная, такая припыленная немножко, что ли. Синий. На втором месте я бы по популярности тоже поставила бы этот цвет. Вот видите, какое необычное решение, согласитесь, да? Вроде флористика, да, в синем цвете в таком. И обязательно есть компаньоны. Классическая полоса, полоса более модерновая и одлотонные обои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова